С новыми силами и готовы выслуживать очень много технических всяких штук, которые нам скажет Олег Приюк, евангелист компании Unity. Пожалуйста, поприветствуем. Привет. Кажется, работает более-менее. Да? Или не более-менее? Разрешение правильное? 124 на 168, да? Отлично. Ну, тогда поехали. Еще раз привет всем. Сегодня я немножко расскажу, немножко покажу, немножко расскажу про Unity. Покажу про Unity Flash. И расскажу на самом деле о своем опыте с этим продуктом. Но, в общем, обо всем по порядку. Начнем с того, вот, наверное, один из моих любимых слайдов. На нем, по сути, можно видеть, что такое Unity и почему она интересна. Ну, то есть, по сути, с Unity можно выпустить свою игру на, по сути, на все платформы, на которые вам интересны. Другими словами, с которых вы можете что-то заработать, запаблишив, через официальный способ, в какой-то магазин для данной платформы. А с правой стороны просто кратенький список игрушек, не знаю, которыми в Unity любят хвастаться. Наверное, больше всего мы сейчас хвастаемся Wasteland 2, потому что Брайан Фаргу очень много интересных штук придумал, в том числе краудсорсинг ассетов. Это когда он задает, в общем, грубо говоря, техническое задание. Все, кто хочет, отправляют свои ассеты, если более-менее этому ТЗ удовлетворяют. Вот так они собирают арт для Wasteland. Про Windows 8 сегодня уже рассказывали с Microsoft. Если кратенько, есть в закрытой бете. Чтобы попасть, ну, можно поговорить, например, с Sandy, он там внизу есть. Говорит на английском. Вот. Про iPhone, Android. Все знают, все любят. И Union. Очень много спрашивают, что такое Union. На самом деле это не паблишер. Это некая возможность попасть с вашим Unity проектом на закрытые платформы. Такие как Smart TV от Lenovo, от Sony, например. BlackBerry Playbook, Nokia, Miami. Чтобы попасть к ним, нужно написать в Union, показать свою игрушку. И если увидишь в этой игре потенциал для этих закрытых платформ, они ее примут. Примерно так. Еще один слегка маркетинговый слайд. Но идея в том, что уже сейчас можно говорить, что Unity становится своего рода стандартным инструментом для создания как минимум 3D игр. Вот эта цифра, полтора миллиона, она отражает количество людей, когда-либо скачавших Unity редактор и зарегистрировавшихся. То есть активировавших ее. Из них 400 тысяч запускают и пользуются Unity как минимум 1 месяц. Это по всему миру статистика. То есть логично предположить, что найти сотрудника, которого знает продукт, достаточно легко. А вот нижний график, он показывает количество загрузок, количество запусков редактора в месяц. Ну то есть видно, что близимся к 5 миллионам. Unity, он на самом деле доступен. Возможно для, ну на самом деле даже на рынке Восточной Европы нам говорят, что мы слишком дешево отдаемся. Мы на самом деле с ним согласны. Мы на самом деле с этим согласны. Нет, на самом деле серьезно говорят постоянно, что очень дешево. Почему так? И это одна из причин, почему, скажем так, особенно компании побольше требуют личной встречи, чтобы выяснить, ну а почему так дешево. То есть а где деньги? Вы берете royalty. Может быть полторы тысячи с проекта каждый год, еще что-нибудь. Ну мы объясняем, нет, полторы тысячи стоит Pro-версия, начальная версия бесплатная, с ней можно выпускать продукты. Royalty мы не берем, каждый год платить не надо, за каждый запаблишенный тайтл платить не надо, это один раз. Ну вот. Для тех, кому полторы тысячи все-таки слишком много, имеет смысл начать с бесплатной версией. С нее можно паблишить на Mac, Windows и Web Player. Есть определенные ограничения, в частности вы не можете логотип убрать, не логотип, а стартап скрин. И не можете паблишить на платформу, нет профайлера, и нету теней в реальном времени и так далее. То есть, ну, игру сделать можно, и недавно, например, эстонцы сделали MMO на Unity Free. Доказывает, что можно, если очень хочется. Или если совсем нет денег. Короче говоря, так, полторы тысячи это чтобы убрать все лимитейшины, все ограничения и иметь возможность паблишить на Mac, Windows и Web Player. Чтобы паблишить на iOS, еще полторы тысячи за девелопера. Чтобы паблишить на Android, еще полторы тысячи за девелопера. То есть, грубо говоря, человек, который хочет паблишить на iOS, на Android и иметь полностью разлоченные все фишки Unity, это 4,5 тысячи долларов. Добавить сюда флэш, это сколько? Это уже 6, правильно? Вот. Идея в том, что платформы дополнительные могут быть приобретены только, скажем, для лидов в команде, да, или для людей, занимающихся конкретной платформой. А, например, артисты или корт-девелоперы, не знаю, гейм-дизайнеры, им хватает обычной лицензии за полторы тысячи. То есть, это все нормально. Дополнительная платформа покупается только как в зависимости от пожеланий вашей команды. Бесплатную версию вместе с Pro в одной команде использовать нельзя. В одной legal entity, под одним юридическим лицом. Также бесплатную версию нельзя использовать, если вы зарабатываете много денег. Много — это 100 тысяч. Так. А, апгрейды бесплатные. Это важно. Апгрейды имеются в виду в рамках семейства. То есть, все 4.x, они будут бесплатны. А их будет много. И они будут скоро. Вот прям почти сейчас. Вот и два, две причины, за что выбирают Unity. Мультиплатформенность и прекрасная техническая поддержка. То есть, да, то есть, есть редактор, там легко asset imported, там артисты любят, там профайлер есть, дебаггер есть. Это все прекрасно. И это все правда. Но то, за что любят Unity в первую очередь, это то, что код, в принципе, портируется на разные платформы. Чаще всего с минимальными изменениями. То есть, изменения есть. Этого никто не скрывает. Но они небольшие. Если говорить об опыте девелоперов, я могу сказать, что все зависит от платформы. Например, между iOS и Android часто, не всегда, но часто, можно обойтись вообще без изменений. Если вы, например, не использовали сторонние плагины, если вы не использовали, не знаю, например, Game Center, да, то есть, понятно, что на Android его нет, нужно что-то придумывать было бы. Вот. Можно обойтись без изменений кода. Но, как правило, как правило, то есть, в реальной жизни под каждую платформу у вас есть какое-то сторонние плагины для аналитики, да, там, не знаю, возможно, для баннеров рекламных. Для монетизации, для биллинга, для еще чего-то. И в итоге при паблишинге на другую платформу вам все равно нужно это переделывать. Кроме того, если вы, например, сделали игру для iOS, понятно, что вы рассчитывали, что у человека есть, не знаю, допустим, пять пальцев. Когда вы ее портируете для веб-плеер, у человека не будет пять мышек, у него будет одна мышка. Правильно? То есть, нужно переделывать input. Еще иногда нужно переделывать, или точнее говорить, оптимизировать перформанс. Если вы сделали игру для веб-плеера, на iOS она будет тормозить, и Unity тут не при чем. Но есть профайлер, нужно оптимизировать. И так, подводя итоги, в среднем 50-70% кода, они между платформами, они остаются. Если нужно, то есть, некоторые части кода просто прекрасно и вдефятся, да, то есть, ставите платформ-специфик став как бы в отдельные и вдефы. В итоге, один кодебейс, один проект, вам не нужно делать 10 проектов для 10 платформ. Технический суппорт, идея в том, что вы можете пользоваться бесплатным. А, суппорт, суппорт-то важно. У нас люди, которые отвечают за суппорт, они не говорят с индийским акцентом. Они сидят в Брайтоне, и это британцы, и они раньше работали вот в разных студиях, они делали игры. То есть, ну, они вам будут отвечать не из набора, там, из 30 шаблонов, да. Они будут отвечать из, ну, во-первых, они будут читать, что вы написали в суппорт. То есть, это уже важно. Во-вторых, они будут отвечать, ну, исходя из, они посмотрят ваш проект, они вам посоветуют. Это включает бесплатный суппорт. Платный суппорт, он стоит от 500 до 1000 долларов в месяц. Идея в том, что вы туда пишете, и вам обязаны ответить с советом, с форкораундом, с предложением какого-то решения в течение 8 часов. Конкурент, а, и они вам отвечают, если вы недовольны их ответом, вы им отвечаете, и они обязаны предложить другой ответ в течение 8 часов. Если вы удовлетворены ответом, вы закрываете тикет, и можете отправлять новый. Одновременно три вопроса можно держать открытым за 1000 долларов в месяц. Еще одна важная возможность для больших компаний, что вот если вот вы, наверное, не вы, для больших компаний, ваше руководство сидело, 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 вот вы решили, ой, а давай через две недели выпустим. И тут понимаете, что ну как бы все, нужно выпускать проблемы. Есть возможность вызвать вот к себе на дом сотрудника Юнити, который будет с вами сидеть и делать вашу игру. Вот. А теперь сколько это стоит, раз вы уже похлопали. Это стоит, вообще с Телси можно договариваться, но обычно, то есть озвучивается цена 2000 долларов в день. Вот. Хлопать больше не надо. Так. А, теперь можно познакомиться. Это мой любимый слайд. Я его в разные места прячу. Теперь спрятал в середину. Просто, ну, чтобы понятно было, я не пиарщик, я не маркетинг, я по сути инженер, который сидел, работал над мобильными проектами в Юнити. Давно работал, с тех пор, как Юнити Айфон был версией 1.1. Нас было тогда 20, когда я попал в Юнити. В общем, сидел, пару лет работал над мобильными проектами, все было хорошо. Потом бизнес-девелопмент-тим обнаружил, что я умею говорить по-русски. И так я оказался здесь. Вот. Я из Вильнюса. Там у нас второй по величине R&D-офис в мире. То есть Юнити изначально ее образовалось в Копенгагене. Главный офис теперь в Сан-Франциско. В Копенгагене все еще самый большой офис разработчиков. Приятно сказать в Киеве, что недавно открыли одесский офис. В Одессе у нас работают Quality Assurance, Software Developers in Test. По-русски их обычно называют тестерами. Но на самом деле, ребята, это глубоко в коде. А почему в Одессе? На самом деле очень просто. Мы обнаружили, что только, грубо говоря, славяне выдерживают тот стресс, который возлагается на наш QA-тим. QA есть еще и в Вильнюсе. Мобильный QA. Кстати, больше никто не смог выдержать стресса громилитовцев по мобильному QA. QA также есть в Копенгагене, но там работает пара европейцев, ну как европейцев, пара датчанов, остальные румыны, поляки, ну то есть люди, которые могут выдержать. Вот. Вот, вот, вот. На самом деле хватит лирики, а то вы тут расслабились, поехали по хардкору. Я обещал показать, рассказать о своем опыте. На самом деле при подготовке к этой конференции мне захотелось посмотреть, ну то есть вот проверить то, что я обычно говорю на деле. Я достал проект, который наш демо-тин создавал для Unity iPhone 1.5. Это было почти 4 года назад, по-моему. Я могу ошибаться в цифрах. Ну то есть много-много лет назад, да, то есть до Unity 2 и так далее, до Unity 3. Я открыл Unity 4, правильно, вот я покажу. Unity 4. Заимпортировал этот проект и забилдил его под флеш. Что у меня получилось? У меня вылезло, у меня не сбилдилось. Это важно. Не сбилдилось почему? Мне показало, что, по-моему, вот эта штука. Нет, нет, нет. Вот. Грубо говоря, вот здесь был Array. Array мы на флеш не поддерживаем, потому что это слишком абстрактно и нормально в ActionScript это не переписать. То есть, что я сделал? Я вместо Array поставил типизированный массив. Все, у меня скомпилилось. Скомпилилось, запустилось на флеше, не работает input. Почему? Ну как почему? Потому что, когда это делалось для айфона, когда это делалось для айфона, идея... Так, по-моему, у меня здесь. Нет. Или не здесь. Move. AI. Наверное, здесь. Should targets, конечно. Вот. Идея была. Ну, то есть, наш демо-тим считал, что этот проект будет для айфона использоваться. В принципе, правильно, что они для него делали. И весь, все управление поставил через input. Вот то, что закомменчено, да? Это то, что я закомментил. Логично. А вот изменения. Видите, вместо как бы touch face began, то есть, вместо начал держать, тыкать, не знаю, свой iPad, отпустил мышку. Отпустил кнопку, а не нажал, потому что так удобнее для игры. И Raycast переделал, да? То есть, с touch position на input mouse position. Это все изменения кода, которые я сделал, чтобы запустить этот дремучий проект на флэше. Дальше. Дальше, по сути, вот. Player settings сконвертировал. Посмотрел, что мне тут нужно изменить. По сути, ничего. Batching включен, правильно? То есть, 3-байт код. И все, паблишим. Ну, надо же чем-то заняться пока паблишим, правильно? У меня там стоял девелопинг-плеер, интересно? Надеюсь, да. Та-дам! Чем мы запускаем? Давайте запустим в Opera, так будет меньше тормозить. Отлично. Flash работает. У вас тоже работает? Черный экран. А у меня черный экран. А нет, у меня все в порядке. Отлично. Вот. Вот игрушка. Ну, то есть, все работает. Теперь немножко покажу, как это выглядит. То есть, ну, игрушка выглядит стандартно спрайтовая, да? То есть, что-то вроде немножко 2D-шной. Сейчас я покажу, как подобные дела выглядят в Unity. Так, вот сам редактор. При маленьком разрешении он такой неудобный и страшненький. На большом разрешении он красивый и шикарный. Итак, у нас есть проект, правильно? Слева. Справа у нас, собственно, объекты, которые мы накидали в сцену. Вот видна сцена. Если разрешение большое, можно несколько разных видов раскидать по экрану. Все хорошо. Хорошо. Сцена 3D-шная, правильно? Мы можем выбрать объект, не знаю, вот тут пистолетик, да? И видим свойства этого объекта, да? То есть, вот все эти компоненты, все эти компоненты, они абсолютно кастомные, уникальные для каждого объекта. Вы набираете то, что хотите. То есть, Mesh Renderer, он будет рендериться на экране, правильно? Там анимация, да? Вот здесь видно, текстура закинута. Кликаем, видим, какая текстура. Здесь видим свойства текстуры. И еще важный момент, удобный при мультиплатформинге, что свойства всех текстур, они уникальны для каждой платформы, правильно? То есть, есть по умолчанию сжатие, да? Допустим, я решаю, что для флэша на самом деле 512, это не знаю. Ну, пускай будет много. Я хочу, не знаю, 256. И я регулирую сжатие. Я нажимаю Apply. И эта текстура для флэша будет в таком разрешении. Тогда для андроида я решаю, не знаю, go wild. Я хочу 1024. Если артисты сделали такую текстуру, да? То есть, апскейлить он не может, может только даунскейлить. Таким образом, у вас для каждого проекта уникальное разрешение текстуры в правильном формате. Также Unity автоматически конвертирует ваш код в нужный формат, конвертирует звуки. Что-то еще? Да не, хватит, наверное, да? Вот. Вот. Еще важная штуковина, что вот здесь, наверное, PNG-шки в оригинале, да? Да. Но если художник захочет, он может прямо фотошоповский файл, прямо PSD закинуть в Unity, а редактировать его в фотошопе. Unity будет видеть, что файл изменился, и подсасывается, изменение автоматически. То же самое с 3D-файлами. Закидываете MD, FBX. Дальше художник сидит в своем инструменте, и только время от времени alt-tab в Unity, да? То есть, как там выглядит. Кстати, это важно, что с Unity художники и программеры, по сути, видят одно и то же. И они меньше ссорятся, и меньше ругаются. И вообще мир, дружба, жвачка. Так, я еще хотел показать, еще говоря о флэше, хотел показать вот этот проект. Прямо перед выездом. Который, вы знаете Shadowgun, кстати? Все знают Shadowgun? Все знают Shadowgun? Молодцы. На самом деле, два человека подняли руку, молодцы. Shadowgun — это игрушка, которая когда вышла, по-моему, год назад или полтора, ее выпустили четверо, кажется, бравых чешских ребят из Брно. Выпустили для iOS. И вот эту игру типа считали, как она вот, на iOS прям консольного качества. И на самом деле, да. И недавно ребята попытались сделать ее на флэш, просто посмотреть. Ну, как они хотели? На самом деле, хотела Adobe, но они тоже хотели. После пары встреч с Adobe. А, еще важно, вот сколько это грузилось. Вот, с SVF 82 мегабайта. Я, правда, не знаю, сколько там уровней. Так. Та-дам. Поиграем? Музыка должна быть, но если я воткну шнурок, сейчас будет бру-бру. Он? Вы знаете? Звук узнаем снова от двух парней, которые уже признали в том, что они знают, умирай. В том, что они знают, что такое Shadowgun. Мне точно звук воткнулось? Ладно, сейчас сделаем. Ну, вы сами хотели звука. Ну, вы сами хотели звука. Тени динамические, да, тени динамические, да, все красиво, освещение, физика. Так. Где мышь? Где мышь? Куда у меня застряла? Я на самом деле соврал про тени. Я на самом деле соврал про тени. Прекрасно. Я не знаю, почему на самом деле. тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. У меня почти получается им управлять. Про динамические тени меня правильно поправили, и смотри, мне понравилось. Интересно, а если? Про динамические тени меня правильно поправили, и их Stage 3D не поддерживает. То есть, в принципе, то, что мы можем в Unity заимплементить для флеша, оно на самом деле ограничено и сверху, и снизу. То есть, есть фичи, которые Adobe предоставляет, которые мы можем сделать. Есть фичи, которые мы можем сделать, но Adobe не очень этого хочет. И есть фичи, которые мы не можем сделать из-за ограничения платформы. В частности, не только из-за ограничений Stage, да, но из-за ограничений, скажем, самого языка ActionScript. К примеру, динамические типы, да. Ну, то есть, этого не получается сделать, потому что язык этого не поддерживает. Что мы в итоге делаем, чтобы хоть как-то что-то динамическое работало? Ну, мы просто пишем, то есть, каждый перегруженный метод и применим заново. Ну, вот так. Ну что, риснем еще раз? Почему мой мышь застрял? Ну, камон! Изи, нет! Обычно я показываю хардкор. О! Смотри, он стоит. Поехали еще раз. Он меня нашел. Беда. Беда! Умри! Упс! Ладно, закончим это избиение. Надо было изи ставить. Кто играл в шутеры с помощью тачпэда, меня поймут. Итак, вернемся к презентации. Список справа длиннее, но это ничего не значит. Начнем с того, что работает. То есть, по сути, основной Unity Experience, да, то есть, сам движок, то есть, то, что видите, что делаете, то, что работает light mapping, то, что есть occlusion cooling, то есть, когда динамически убираются невидимые части уровня. Физика работает, navigation meshes работает, это, все знают, что такое navmesh или объяснить? Ясно. Navmesh это, по сути, динамические waypoint, которые оставляются автоматически, исходя из вашего уровня. Вы просто говорите, примерно где ваши, не знаю, солдатики, мишки, не знаю, свинки, ангриботцы, кто угодно. Могут ходить, там ставите, вот, navmesh, он динамически рассчитывает, где ваши характеры могут ходить, и минимум ручной работы. Очень удобно. Substance. Substance это интересная штуковина, если не пробовали, посмотрите. Грубо говоря, динамические текстуры на многих платформах они работают в рантайме. На флэше и мобилках они в рантайме работать не могут по разным причинам, в том числе и некоторым ограничениям OpenGLS 2.0. Ну, а текстуры можно сгенерировать в редакторе и использовать их. Particle работают, то есть система частит и из кода, и из редактора. Asset Bundle работают, то есть, когда игру можно разделять на динамически подгруживаемые части. Работает W-W-класс. Mekanim это та новая красивая анимация. Кстати, давайте я вам покажу. Возможно, мне хватит времени, и к правому списку мы не перейдем. Вру. Я специально его туда поставил, чтобы о нем рассказать. Так, интересно, это проект или нет? Ну, посмотрим. Кто-нибудь вообще про Mekanim слышал что-нибудь? Mekanim. О, уже больше двух рук. Отлично. Ай! Все еще правильные руки есть. Те, которые пользовались и играли Shadowgun. Так, нам не скрипт нужен, нам нужны сцены. А на самом деле, то есть, раз я уже начал опрос, а кто-нибудь вот до этой презентации видел или запускал Unity, редактор, собственно, сам? А, так правильные люди. Что же я тут? Ну, так. Вот, по сути, Mekanim, да, спрашивают обычно, работает ли для четвероногих негуманоидных существ, работает. Показал. Сейчас покажу, как работает, например, или крауд. Пускай лучше крауд. Мимо. Мимо. Так. Вот, собственно, сам Mekanim, да? То есть, вот это когда можно сделать вот такие красивые анимации. И получается очень шикарно. Млоган, я крайне заметил, меня не тормозит. У меня лаптоп. Слабенький лаптоп. Видеокарта 330M. Кто все эти люди? Сейчас я немножко покажу. Так. Сцена. Где человек? Человек динамический. Диодлоу. Наверное, нам не хватит разрешения, чтобы мне нормально показать. Ну, в общем, вся анимация строится... Нет, 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 это плохая кнопка. Не делай так. Вся анимация строится по принципу конечных автоматов. Ну, с этим разрешением, конечно, слабо показать получится. Но, в любом случае, строится по принципу конечных автоматов и узловой системы. Вот, ну, почти можно видеть, что происходит, да? Было бы чуть больше разрешения. Вот, я бегу, да? Я остановился. Оп, я снова бегу. Вы просто этого не видите. Я тоже не вижу, но я чувствую. Это Меканим. Это красиво, удобно. О нем можно рассказывать бесконечно. Давайте сбилдим это под флеш. Не знаю. Меканим два. Пока он билдит, я... Что сделаю? А, он быстрее билдит. Я, наверное, пока он билдит, я продолжу, где наши слайды. Нет. Ничего не пропало у вас? А то я на эту кнопку нажал. Все прекрасно. Итак, подведем итоги. То есть, весь экспириенс полноценного движка, он передается на флеш. Со следующими ограничениями. Не работает профайлер, но через Adobe Scoop можно профайлить с вивки, которая получается в Unity. Дебаггинг, он относительно условный, потому что, по сути, вам нужно пользоваться инструментами Adobe. Да, то есть... О, все сберетилось. Хорошо. Упс. А, паника. Я вернусь к слайдам. Вы видите что-нибудь? Все прекрасно. Аж черт. Там было, наверное, большое разрешение. Я напомню, это все еще флеш. Кстати, вы видите, насколько... Тени, я думаю, что я поставил очень слабое разрешение на них. Нужно поглядеть. Кстати, это не четыре... А, стоп. Тени. Откуда здесь могут быть тени? Тени не очень поддерживаются. Ну что ж, надо поправить слайды. То есть, когда я готовился к презентации, то есть, меня почему-то это не удивило. То есть, я говорю слайду, тени нет, но будет, то есть, все хорошо, наверное, когда-нибудь потом или не будет. И то, что здесь тени, меня не удивило. Ну, хорошо. Медведь? Я не знаю, кто все эти люди, я про медведя, тем более, не слышал, ребята. Хорошо. Продолжим по списку того, что плохо. Профайлер не поддерживается. Профайлер через куб. Дебаггер, то есть, все ваши скрипты, которые пишутся в Юрити, а вы там пишете на джава-скрипте, но он похож на экшн-скрипт чем-то. Но, тем не менее, и на C-шарпе, они переводятся в экшн-скрипт. Экшн-скрипт дебаггируется с помощью своих любимых тулзов. Юнити дебаггировать экшн-скрипт не может. Дальше вы не имеете доступа как к ракнету. Это нетворкинг в Юнити. Если вам нужен нетворкинг, используйте средства экшн-скрипта и подключайте экшн-скрипты в Юнити. То есть, можно писать код в экшн-скрипте и класть их в папочку экшн-скрипт в проекте Юнити и пользоваться ими. Также можно с помощью этого нехитрого хака создавать тот функционал, которого нет в Юнити. Для флэша имеется в виду. Клосс, то есть, кто пользовался Юнити, знает, там можно создать встроенную систему терринов, ее нет. Из остальных ограничений стоит сказать, что динамические фонты, динамические шрифты не поддерживаются, deferred rendering и некоторые экзотические библиотеки .NET или те, которые не получится легкой кровью перевести, заимплементить в экшн-скрипте. Это, говоря об общем workflow, в принципе, имеет смысл в Юнити делать ту часть вашего флэшового проекта, которая, в общем, 3D-шная. При большом желании, например, интерфейс, какие-то 2D-элементы, можно разрешить вашим художникам работать во флэш-билдере или в любом другом плузе и потом это все сдружить. Стоит 3D-работа таким образом, что 3D-контент рендерится в последнюю очередь. То есть, если несколько svf, то есть overlay, то в последнюю, то есть, можно впереди поставить 2D, сзади 3D, все будет нормально. Часть функционала можно писать в экшн-скрипте и обращаться к нему из Юнити и наоборот, из экшн-скрипта можно обращаться в Юнити и таким образом, в принципе, все будет работать. То есть, то, что не заимплеменчено, можно сделать самим. Stage, да, до Stage тоже можно докопаться из свыкки экшн-скрипта. Так, про скаут я уже говорил. Хорошо. Слайд, который я оставил на десерт. О том, сколько кому нужно платить денег, наверное, имеет, ну, то есть, ну, после того, как вы купили Юнити и запаблишили, имеет смысл смотреть на, изучать соответствующие странички Adobe. Unity в данном вопросе помочь, в принципе, ну, не может, правильно? Единственное, что я хочу сказать, что из недавней гейминг-странички на сайте adobe.com То есть, workflow, который предлагает сама Adobe, тоже включает C++ компилятор, который тоже требует, собственно, делиться. Исходя из всего, на самом деле, можно определить юзкейсы для Юнити на флэша и, то есть, ну, не стоит этим ограничиться, но, в принципе, можно придумать, да, то, что вы можете сделать какие-то бесплатные проекты, правильно? То есть, которые не включают зарабатывание денег. А я напоминаю, что и In-app purchases, и любым другим способом зарабатывания денег с помощью флэша Adobe смотрит. То есть, вам нужно будет отчитываться за это. То есть, бесплатные проекты, демки, не знаю, возможно, какие-то предварительные версии вашего проекта, при том, что полная версия, например, выходит, ну, не знаю, допустим, как стендалон. То есть, если вы не готовы делиться, юзкейсы все равно есть. Юнити флэш, он уже, в принципе, готов для, то есть, проекты показывают, что флэш на 3D, вот полноценный engine, он уже есть. У него есть определенные ограничения. Он некий продукт, который вот прям поймут и полюбят, в первую очередь, пользователи Юнити, которые хотят работать для 3D-флэша. Не буду кривить душой и скрывать, что вот флэшером, после флэш-билдера пересесть на Юнити, ну, не то, чтобы это было просто заинсталлировал, сел и работаешь, правильно? Юнити – это 3D-движок. И парадигмы его использования все равно 3D-шные. Люди делают на нем 2D-игры и, в принципе, счастливы, но, тем не менее, они в любом случае подстроились, свой майнсет, да, то есть, что это 3D-движок, то есть, не знаю, то есть, если 2D-игры, они выстраивают плоскости в 3D-пространстве, да, то есть, еще что делают, используют сторонние спрайтовые движки для Юнити, еще что-то, но вот, но вот. Этот слайд я включил буквально сегодня утром, просто потому, что вчера была очень веселая картина, уже вечер, да, то есть, когда нас уже выгоняли из этой комнаты, пиво закончилось, все, и меня догоняют 2 человечка, запускают эту игру так, ну, 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 помоги, рассуди нас, чья? Ну, как чья? Открываю вот, about screen, вот, смотрите, большое спасибо семьям, друзьям и Юнити. Поэтому, в честь тех веселых ребят вчера, слайд, и вот, эта игрушка сделана на Юнити. Почему? Тут ходит человек в зеленой майке со свиньей, можно у него спросить? Ну, очевидно, он вам тоже скажет, ну, ну, мультиплетформ, ну, предложили хороший суппорт, ну, попробовали, ну, понравилось. Ну, наверное, так и есть, обычно за это так все начинают, а потом, а потом, а потом любят этот движок, любят этот комьюнити и все остальное. И мир, дружба, жвачка, вопросы. Спасибо. Мне даже не пришлось, видеть, поднимайте руки. Здравствуйте, Олег, очень интересный доклад, спасибо. Хотел бы узнать у вас по поводу, у меня интересует вопрос, дебаггинг Visual Studio, это первый вопрос. Возможно ли он в будущем? Юнити VS уже есть. Юнити VS.com. Жили? Да, 100 долларов. Плугин, да. Не нам. Плугин к суде? Да. Юнити VS.com. И второй вопрос, хотелось бы узнать, делает ли Юнити что-то в продвижении каких-то GUI-компонентов? Я думаю, показать, не показать. Спасибо. Не знаю, я думаю, что если покажу, то меня потом, не знаю, могут линчевать, потому что… Показывай, мы никому не скажем. Положите тряпочку на камеру, да. Не знаю. Давайте я расскажу на словах, в словах сложнее. По-русски все равно никто не понимает в компании. Кроме одесситов. Ладно, будем надеяться, одесситы не будут смотреть. Они свои. А, правильно, кстати. Тогда буду открыто. И GUI. А, краткий ответ по GUI, что недавно к нашей команде, которая работает над GUI, подключился Михаил Лясенко, который создал NGUI. И вот он сейчас один из кора-разработчиков, кора-девелопера, наверное, по-русски ядреный девелопер, да? Работает над системой GUI. Над системой 2D работает создатель Rage Tools, Rage Spline, Юха Кили. И, наверное, вам сроки интересны. Я видел прототипы и видел... А, кстати, почему мой ноутбук меня бьет током? Я сейчас попробую найти... Не надо? Не надо? На Юнайте, на нашей конференции ежегодной, мы показывали, собственно, наш GUI. И я могу найти фрагмент с этой презентацией. И пока... Так, это как мы делали эту штуку. Как мы делали... Привет, привет, отлично. Это был Дэвид, кстати, наш ЦАО. О, нет, не этот, не Пингвин. Вот он. О, Николас. Это тоже один из создателей компании. Он работает программистом в Юнити. Так. Вот. Николас рассказывает про GUI. Я расскажу про то, что он... Что работа кипит. И основной спектр задач, которые осталось решить, это, по сути, нормальная интеграция всего этого элемента. Вы видите, он чем-то напоминает, не знаю, Borland Delphi, да? То есть, drag and drop полный. То есть, кликаешь на кнопочку, создается метод. Все остальное, все собирается. Ну, то есть, старый добрый Delphi. Только красивый, быстрый, работает на мобилках и в Юнити. Работает-то работает, но идея в том, что чтобы... Идея в том, что теперь нужно, чтобы создать инструментарий внутри Юнити, чтобы нормальный этот GUI работал. И вот это занимает основное время. Приходите переписывать огромное количество компонентов, то есть, ядра Юнити. И... Но я все же надеюсь, что в первом квартале будет хотя бы бета этой штуковины. Говоря про 2D, уже есть билды демо-версии, где просто, не знаю, допустим, может показать все-таки. Не, не буду. Например, раскидывайте спрайты по папочкам. Там, не знаю, чувачок бежит в одну сторону, одна папочка, в другую, другая. Материнскую папочку кидаете в Юнити. Юнити сразу создает префаб с анимациями, кидаете на таймлайн, анимируете. Также... Ладно, может, все-таки... Нет, не буду показать. Как мне хочется. Давайте так. Кому очень интересно 2D, найдите меня, когда меня не снимает камера, я покажу. Вот так. Еще одна, наверное, штуковина. Пока это видео запущено. И вот та демка, да, красивая, которая выглядит как кинематографического качества, на самом деле она работает в реальном времени. Это не нужно билд-ферму, не путать с зомби-фермой. Чтобы создать этот видеоклип, да, это работает в реальном времени. Видеокарта GTX 580, 16 гиг оперативки и i7 Proc, не помню какой. Вот, видите, animation timeline, да, для камеры. Каждый шот сцены это... Каждый вид камеры это отдельная сцена. И вот, рендерис работает в реальном времени. Вот так он выглядит. Вот как-то так. Вот, например, сейчас покажут, как волосы меняют. Вот. Можно я ходь дальше по вопросам? Бегу. Олег, а если мы все-таки выключим камеру, ты покажешь вот эту интересную штуку? Ребят, если меня уволят, презентации будут на английский читать. Олег, если тебя уволят, я тебя найму на следующий день. Да, спасибо, во-первых, за презентацию. Презентация, конечно, да, да. Ну, вот, есть несколько вопросов. Во-первых, как знать, сбилдится ли на флэше или не сбилдится. Попробовать? В основном, да, вот это интересно. При разработке можно ли сделать какие-нибудь варнинги, что-нибудь, чтобы я знал, что а, это в коде будет поддерживаться или это вот меня убьет. И вот еще минуточку. Во-первых, будет ли нетворкинг в флэше, ожидается ли, и Unicode, например, и что случилось? Объяснить необъяснимое. Уничтожился Unity Flash на хроме, на флэшплеере в хроме, который показывает 0 FPS, минус 2 FPS. Не работает просто. Как будто стоит, что 3D выключился. Так, а давайте где-то вот был Mekanim Demo. Вот она последняя, что мы только что сбилдили прямо во время презентации. Давайте я вот ее запущу. У меня хром открыт. Давайте запустим и посмотрим, что случится. Я знаю ее столько же, как и вы. Я не пробовал в хроме. Но ведь интересно. Ну, у меня еще 3,6 прибилд был. Давайте глянем, какой у меня хром. Нет, нет, Unity, Unity. А, нет! В Unity 3 поддержка флэша была абсолютно демонстративная. То есть это было, ну, поиграться экспериментально. Так, вот. Я вижу, что в принципе подтормаживает, согласитесь, да? То есть в опере было быстрее. Но все знают, что, ну, все знают, что в хроме свой флэш. Флэш, и с ним сложно спорить. И еще... Но не 0.1 в фпс. То есть в любом случае, чтобы какое-то мнение о Unity флэш создавать, пользуйтесь четверкой. То есть то, что было год назад, ну, это было год назад, правильно? Мы за это год что-то делали. Ну, вот мы сделали, чтобы работало. Да, спасибо, во-первых, за ответ. И еще поправка одна. Есть еще, если о деньгах говорить, Unity Basic, который стоит 400 и позволяет паблишить на мобильные. Да, он позволяет паблишить на мобильные. И когда-то их раздавали бесплатно, о чем все помнят и все любят. Но идея в том, что все равно ваша игра... То есть остается стартап-скрин на мобилке. Остается стартап-скрин Unity. Нету профайлера мобильного. И то есть игру создать можно, но, честно говоря, игру попроще. То есть вот, за 400 долларов. Не знаю. Возможно, я слишком западный человек, но как бы испорченный, не знаю, западными реалиями. Но мне кажется, что лучше сделать, ну, не знаю, взять бесплатную версию, сделать прототип. Ну, то есть посмотреть, что, во-первых, вы можете сделать игру, что ваша команда, ну, нормальная, что вы можете заделиверить, и потом прийти к инвестору, показать, вот, это работает, не знаю, в браузере, в стендалоне. А еще мне нужно столько-столько денег, чтобы ее выпустить. Неужели вам не дадут денег, если у вас есть игра уже? Спасибо за ответы. А, я еще не ответил, что делать, ну, то есть, как программить и не бояться, что не получится. Если ставите директиву Pragma Strict, то есть, чтобы, ну, проверяли, что вы, там, не знаю, динамическую типизацию не используешь, да, то есть так далее, то часть ошибок сразу отсекается. Некоторые штуки, чтобы посмотреть, ну, нужно нажать Ctrl-B и попробовать побилдить. Сразу вот в консоли, там, где у меня какие-то другие шипи, давайте их сотрем, чтобы не портили карму. Показывается просто, ну, вот, не могу, плохо. То есть, ну, стоимость, грубо говоря, временная стоимость, посмотреть, сможете билдить на флэш или нет, это, по сути, пара секунд. То есть, что-то сидишь, программишь, а, что случилось? Что-то программишь, там, бла-бла-бла-бла. Ну, он даже умеет это. И потом возвращаешься, так, Ctrl-B, и, ну, то есть, если бы он начал билдить, он буквально в течение пары, скорее, десятков секунд, ну, зависит от проекта на самом деле, но если сцена маленькая, да, то пара десятков секунд, сразу бы здесь бы выдал там, ну, вот это не смогу скушать, это не смогу скушать, это не смогу скушать. И показал бы экшн-скрипты. То есть, ну, уже скомпиленные экшн-скрипты. Вот, например, не то, стоп, мы его билдили, правильно? Не знаю. Вот, легко, пока здесь все стерто. Ай-яй-яй. Короче, да, экшн-скрипты билдятся, получается, и можно их сразу посмотреть, подредактировать, ну, и вот. Давай, Олег, еще дальше к вопросам, еще пару вопросов, окей? Да. Я небольшой комментарий сделаю про то, что ты испорчен западом, это на самом деле так, потому что здесь инвесторов, которые инвестируют в игры, их можно почитать на пальцы одной руки, а которые понимают, как инвестировать их двое. Ясно. А кто второй? Я тебе потом скажу. Я такой вопрос. Вы говорили про эстонцев. Да. Вот, что выпустили игру. Так я хотел спросить, а сколько они выпускали? На самом деле они копались долго, но это, ну, особенности менталитета, да? И, ну, то есть, я видел, что у них очень крутая команда, возможно, у меня даже будет скриншотик их команды. Ну, да. Нет, не будет у меня скриншотик команд, но неважно. Копались они долго, и, не знаю, более того, они не шли сильно на варианты сотрудничества. У них был на все один ответ, нет, мы будем сидеть, мы будем делать. Команда работала там чуть ли не бесплатно, да, то есть, там у них был, то есть, чей-то папа немножко часть зарплаты, то есть, им давал, да, то есть, не важно. Важно в том, что они, они делали долго, но по разным причинам. В том числе и потому, что вместо того, чтобы, ну, по сути, взять денег и сделать нормально, при том, при том, что в Эстонии есть GameFounders, прямо в Таллине. Если не знаете, что такое, посмотрите, GameFounders.com. Они забирают к себе в Таллинн игроделов на три месяца. И дают им денег, койку, стол. Я потерял всю мысль. В общем, ответ делали долго, но не забывайте, что это эстонцы. Добрый день. Спасибо за доклад. Я бы хотел еще вопрос задать в продолжение темы GUI и двухмерной графики. Насколько я знаю, у Autodesk есть продукт Scaleform, и они делают сейчас интеграцию с Unity. То есть, что вы можете вот про это рассказать? Я могу рассказать, что Scaleform, не будет работать с флэшом, с Unity Flash. Также я могу рассказать, что я не пользовался Scaleform с остальными платформами, но люди, которые пользовались, приходили ко мне с вопросом, а почему так медленно? Я пришел с этим вопросом к нашим разработчикам, и они сказали, так а что? Те ребята из Scaleform полностью переписали, ну, в смысле, перегрузили overloaded, он рендер луп, и в итоге, ну, то есть, мы не можем контролировать, что они сделали, и очевидно, что-то там не очень хорошо работает. Но есть люди, которые пользуются, и в принципе не приходят ко мне с вопросом, почему медленно? То есть, что их отличает, почему между ними пропасть, и почему они, то есть, оба клана существуют, я не знаю. Здравствуйте, спасибо. Скажите, сейчас очень важна производительность в Stage 3D на флэше. Как изменяется производительность в сравнении с чистой игрой, написанной на ActionScript, и игрой, написанной в Unity, портированной на Flash? Ну, это флэш. Ну, то есть, вот кто-то сел, открыл флэшбилдер и сделал 3D-игру. Ну, да. Кто-нибудь слышал о таком человека? 3D-игра во флэшбилдере, правильно? Три руки. Ну, хорошо, три руки это уже не одна, уже поверю. Четыре. Четыре руки. Пять. Давайте считать руки. На самом деле, вот стоит спросить тех, кто это сделал, но в любом случае, я хочу сказать, да, ну, то есть, это не rocket science и не тайна, что, как бы, ну, прямой код работает быстрее абстрактного, правильно? То есть, интерпретируемого. Что такое Unity Flash? Это Unity, который с помощью некоторых инструментов, то есть, source code Unity, сам player Unity, да, который, грубо говоря, скомпилирован в ActionScript. То есть, он вот был на C++, а его скомпилировали в ActionScript. Что быстрее работает? C++ или ActionScript? Кто фанат флэша? Флэша, а? Вот. И в любом случае, я хочу сказать, что, используя любой движок, все равно есть overhead. Все равно есть overhead, потому что, ну, есть, конечно, кроме overhead, есть также набор очень крутых чуваков, которые очень круто оптимизируют, и, возможно, они соптимизировали, даже учитывая overhead быстрее, чем вы это заимплементите сами. Поэтому, не знаю, ответ на ваш вопрос зависит от скиллов того, кто делал. Спасибо. Это был последний вопрос, так как мы уже забежали немножко на следующий доклад. Хорошо, и спасибо, Олег. Спасибо. Спасибо.